Вот такой вот уникальный амулет, друзья, вы можете получить, если пройдёте очень-очень-очень долгий путь. Всем привет, меня зовут Сагирой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Добро пожаловать! Очень долгий, очень долгий путь, друзья, вы должны пройти, чтобы получить то ожерелье. Привет. Олфрид, покровитель великого клана Сынов Битвы. Думаю, это имя тебе известно. Я такой же Норд, как и остальные, но я не дурак. Я Деллина. Ты здесь? У меня чуть удар не хватил, пока я тебя ждал. Вроде не трудно. Если бы всё было легко, я бы нанял местного бандюгу, а не профессионала. И письмо, и журнал хранятся в драконьем пределе. И, конечно же, посетителей не допускаются. Ни в покое Ярла, ни в покое управителя. Да, Вакина допускает. И ещё кое-что. Если тебя поймают, мы с тобою никогда не встречались. Так что не делай пропустей. Друзья, это одно из самых главных заданий гильдии воров. На самом деле, гильдия воров это не только главный квест, друзья. Не только главный квест, который мы все проходим соловьём и всё. И потом, как будто, бесконечные вот эти вот задания на воровство, чтобы просто добыть себе денежку или ещё что-то. На самом деле, вы должны пройти вот эти вот мелкие задания, которые вы берёте у Делвина или у Вэкс по воровству в каждом городе. В каждом огромном городе. Это Вайтран, Селитюд, Маркарт и Винхельм. Четыре города. Перед тем, как проходить этот квест, вы должны просто записать список и считать, сколько квестов в мелках вы выполняете в каждом городе. Почему? Да потому что они дают постоянно задания рандомные. Они могут, например, постоянно давать Винхельм, Маркарт, Винхельм, Маркарт, Винхельм, Маркарт. Слава богу, от них можно отказываться. Но иногда так долго выполнять, понимаете, сейчас расскажу дальше. Вы должны выполнить пять заданий в одном городе и тогда будет главный квест. Сейчас это главный квест города Вайтрана. Дальше будет Селитюд и я вам сейчас покажу только начало. А остальное вы попробуйте пройти сами, потому что мне такое ощущение, что может быть кто-то недопроходил, понимаете. Кто-то недопроходил и не видел это все, чтобы я именно спойлер не кидал. Не, ну понимаю, что 6 лет, но я, друзья, спустя 6 лет это прохожу впервые. Я это прошел впервые и просто офигел. Может быть, просто тоже такие люди остались. Начало главного квеста Селитюд. Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишился разума. Делвин. Делвин сказал, что тебе и сработали меня. Ты очень вовремя. Я не привык работать с ненадежными людьми. Поэтому я попросил Делвина прислать мне лучшего. Давай к делу. Вот это другой разговор. Ничто меня не злит больше, чем невыполненный договор. Плохо для дела, да и время на смарку. Капитан Вольфс, привередливого Слуада, испытывает мое терпение, не выполняя наше торговое соглашение. Полагаю, здесь на сцену выхожу я? Думаю, пора показать ему, что он ошибается. Проберись на его корабль и подложи туда контрабандный товар. Что за контрабанда? Тебе нужно будет добыть Балморскую синь у Сабины Найет в порту. Она первый помощник на корабле Алая Волна. Когда получишь товар, подложи его в сундук капитана Вольфа. Об остальном я позабочусь. Хорошо. Капитан Вольф сейчас на берегу, и я хочу, чтобы по возвращении его уже ждала стража. Теперь иди. И пока работа не будет сделана, не показывайся тут. Хорошо. Третий город, друзья, это Маркарт. Я работаю с серебром, как мой отец, и его отец до него. Я дел вина. Слава богам! Я не знал, кого просить о помощи. Начни сначала, это проще всего. Несколько месяцев назад я заказал серебряную заготовку у мастеров из Валенбуда. Ее должен был привезти к аджитски караван. Она так и не пришла. Потом я узнал, что караван ограбила шайка бандитов Ригеля «Сильная рука». Зачем обращаться в Гильдию? Я просил Ярла, Управителя, Кускарла. Кого только не просил. Они все сказали, что у них нет на это людей. Говорят, что Гильдия воров в Маркарте встает на ноги. Вот я и подумал. Я тебе не вор, чтобы красть краденое. А, тебе нужен вор, чтобы красть краденое. Именно. Послушай, эта заготовка незаменима. Я тебе хорошо заплачу за ее возвращение. И буду потом помогать Гильдии воров. Хорошо. Знакомый домик. Не проблема. Довольно интересная локация. Я советую в этой локации читать все листовки, которые будут там к стене кинжаликом пристегнуты. Ну, последнее задание, друзья, это Виндхельм. Ох, как долго я выбивал эти пять заданий, чтобы было финально. Друзья, вы просто не представляете себе. Делвин Меллори сказал, что у тебя есть для меня работа. Она всегда носила много украшений. Я ей говорил, что это до добра не доведет. Но чтобы так... Уверяю тебя, это не наша работа. Не трудись. Я знаю о методах вашей Гильдии. Это не вы. Я долго искал, но все же сумел найти убийцу. Он еще и Альтмером оказался. Представляешь? Что с ним случилось? Скажем так, я твердо верю в правила. Око за око и зуб за зуб. Он из себя корчил вора. Много мне интересного рассказал, пока... Ну, ты понимаешь. Оказывается, тут кто-то пытается собрать новую Гильдию. Угу. Так что нужно делать мне? Я Делвину уже сказал, мы можем помочь друг другу. Ты добудешь то, что я ищу, и в процессе уничтожишь Гильдию Конкурентову. Угу. Дай-ка догадаюсь. Они что-то взяли с тела Фьёлти? Именно. Среди прочего, они взяли серебряный медальон. Фамильную реликвию клана Жестокое море. Я хочу его вернуть. По рукам. Я знаю только одно имя. Не ранее. Она живет в своем доме здесь, в Винхельме. Угу. Начни с нее. И почему я стал христианином, а не искателем приключений? Да, друзья. Больше всего Бомбилово, когда остается последний город. А Делвины и Векс просто дают в другие города. Да, это невероятно. Пипец как бесит. Я, честно говоря, я очень долго, я очень долго выполнял эти задания, чтобы это было финальное. Ну что, награждение. И после того, друзья, как вы выполните все главные задания в каждом городе, будет... Что ж, друг мой, пора все закрепить официально. Пора назначить тебя главой гильдии. Не волнуйся, обещаю, все будет быстро и мило. Как только ты придешь в наш зал, мы сразу начнем. Быстро и мило. И мило. Блин, друзья, ну вот почему? Почему именно в гильдии воров есть такая вот крутая развязка с этими мелкими-мелкими заданиями, которые потом перерастают в то, что становятся главарем, и это не все просто так. Понимаете, почему нет такого в соратниках? Ну ладно, в соратниках есть тотемы. Ладно, это и то после дополнения. Ну, нету такого в коллегии магов, например, или в гильдии убийц. Тоже этого нету. Там бесконечные-то задания, и нет такой крутой развязки. Почему? Хм, что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Ну что, тут собрались, я смотрю, все. Даже корлея здесь. Ох, помню эти деньки, когда я бегал в этом же сете. Ну что? Все здесь, я на месте. Слушай, я в этих делах не мастак, так что буду крат. Быть главой гильдии, это не просто получать долю со всей добычи. Надо еще и вести людей за собой, и поддерживать порядок в этом бардаке. Короче, с учетом всего этого, я предлагаю тебе встать во главе гильдии. Дэлвин? Согласен. Векс? Конечно, за. Хм. В корлея? Несомненно. Еще бы. Все согласны. Так что я объявляю тебя главой гильдии. Да. Удачи тебе и долгой жизни. А теперь давайте за работу. Вот и все. Если тебе что-то понадобится, хоть что-то, просто скажи. Ну вот и все. Прости, если тебе эта церемония представлялась более роскошной, но мы не слишком привыкли разбрасываться деньгами. Когда мы закончим здесь, иди к Танилле, и она выдаст тебе доспехи главы гильдии. Да, и последнее. Вот, примета. Это наша местная традиция. Ключ от сундука главы гильдии и амулет артикуляции, друзья. Это то самое жерелье. Уникальное жерелье. Амулет артикуляции. Проверки на убеждения в диалогах почти всегда успешны. И плюс 20 красноречию. То есть получается, что вы всегда, всегда будете переубеждать всех в том, что вы правы. Понимаете, это очень круто. Когда стражники на вас нападают, вы можете их переубедить. Это во всех, во всех аспектах очень круто. Вот такое вот ожерелье, оно в прямом виде уникальное. Она действительно уникальная. И, честно говоря, мне кажется, что изначально хотели, наверное, сделать его для коллеги магов. Потому что, ну, очень, очень, очень похоже на магический амулет. Но почему-то решили оставить его гильдии вору. Еще интересный факт, что я когда проходил вчера, мне рандомно выпал почему-то плюс 25 красноречию. А сейчас почему-то плюс 20. Почему это? У меня уровень 109. 109 и вряд ли это минимальное. Почему-то, наверное, что как-то еще рандомно. Если кто-то об этом знает что-то, то, друзья, напишите. Ну что, давайте теперь заберем, давайте заберем броню. И вот такая вот, друзья, броня. Теперь мы как Вэкс. Как Делвин. Она черная, черная, темная, темная. Давайте я вам покажу, какие плюшки на ней. Артикуляции. Да, вот, просто это у меня Сэм еще с первого прохождения. Смотрите. Плюс 25 красноречию. Почему тогда дали плюс 20? Почему тогда плюс 20, если так дали плюс 25? А может быть больше или нет? Друзья, напишите в комментариях. Очень интересно узнать. Очень. И почему такой рандом? Смотрите. Переносимый вес увеличится на 50%. Капюшон. Цены выгоднее на 20%. Плохо для торговца. Также перчатки. Словом, облегчается на 35%. И сапоги. Вероятность успеха карманной кражи увеличится на 35%. Для вора самое то. И еще. Когда вы проходите все главные квесты каждого города, вам добавляется в гильдию вот такие вот магазинчики, которые здесь открываются. Это очень круто. В одном месте столько магазинов, что вы можете столько всего продать. Вау. Смотрите. Первый магазин, по-моему, тут разное оружие. Тут очень тоже много всего оружия и разного. Дальше у нас алхимик. И добавляется кузнец. То есть за каждый пройденный город. Раз, два, три, четыре. Добавляется четыре новых магазина. И, как говорится, в каждом городе теперь у вас есть тайники. Тайники воров, в котором есть очень крутой лут. Но это еще не все. Также ребята мне писали, что если мы становимся главой гильдии... Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного. А то выпотрошу как рыбку. И вы встречаете вора, то здесь появляется диалог новый. Легче, коллега. Своих не узнаешь. И правда. Мы же виделись во фляге. Прошу прощения. Удачи тебе. Но меня удивил другой факт. Мне, ребята, многие писали, что если ты встречаешь вора, когда ты стал гильдией воров, то они еще могут тебе дать деньги. Я не знаю, может, это не все воры, но почему-то у этого диалога не было, друзья. Вот. Ну что, на этом все. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Оставляете ваши комментарии. Напишите по поводу этих квестов. Я не знаю, как вы, друзья, но я так поздно узнал о этих дополнительных квестах, что просто обалдеть. Ну, поверьте, не так-то просто будут выполнить все вот эти вот задания. Потому что вот это вот бесконечное... Вы будете брать эти задания. Я не знаю, ну, Special Edition. Я не знаю, почему постоянно White Run, White Run, White Run, Маркарт. White Run, White Run, White Run, Рифтон. И ни одного Виндхельма. И потом один Виндхельм меня уже бомбит. Еще у них квесты эти глючат. Они почему-то не активируются. Я не знаю. Это что-то с чем-то. Ну, ладненько. Буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Пока.